Добрый день, дорогие телезрители и все, кто сейчас смотрит нас в онлайн режиме на нашем сайте kokshetv.kz Но сегодня не совсем обычная ночь, она полна мистики и кошмара. Сегодня пятница 13-й, мы будем говорить именно о ней. Но я немного расскажу вам о том, что же такое пятница 13-я. Вообще, этот день стал мистическим благодаря американскому киносериалу ужасов, который выпустила компания Paramount Pictures. И его главному герою Джейсону Вурхизу, который погиб в 17-летнем возрасте и оживал, ну или воскресал, если это слово здесь применимо, каждую пятницу 13-я. Страшная и интригующая история. А начнем мы, пожалуй, с музыки. Музыка в студию! Музыка в студию! Музыка в студию! Субтитры создавал DimaTorzok 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 смотреть желательно мочу искать приведения нет на самом деле я очень тоже также как александра подвержен магическим всяким битвы экстрасенсов сезоны черное и белое тоже есть такое есть такое тоже там белые магии черные магии они сражаются они обсуждают но это конечно постанова зубы зигарь потому что это там бедняжка бедняжка не может снять все сняла все он работает все пошел гарри поттер отдыхает а как вы думаете битвы экстрасенсов тоже постанова ахартамбулик мембер сроку сам хозяин стеклица салата театр да я работаю уже около восьми лет полных точно уже девятый год можно так вот за вашу карьеру кита проходил происходили на свои мистические ситуации сашими коллеги самая наверно мистическая ситуация которая произошла со мной года 4 назад если не больше была такая постановка рок-опера и страсти по христу я исполнял роль христа выходил на последнюю арию когда происходит само распятие раздвигала руки из со спины опускался крест и в этот момент упал софит и начала гореть клеенка то есть я стою с раскрытыми руками пою слышу сзади там что-то горит и возня какая-то а никак не выйдешь потому что все прозрачное все открыто и там с чайничка заливает сильно заливать нельзя потому что кругом проводка и все может ну вот этот наверно самое мистическое было то есть в принципе история такая библейская тоже до связано с такими моментами не совсем рациональными если можно так сказать и вот такое произошло прям на сцене но зритель конечно ничего не заметил но это главная наверное способность великого актера сделать так чтобы зритель заметил только то что нужно было за да александра у вас вот вашей практике в школе происходит такие моменты как 2 паранормальный нет в принципе нет я ручку сами по себе там нет двойки не ставится нет двойки не стать и нет почему-то вот нет нет вот в моей жизни да а вот на работе у меня нет может быть их и там утечает детская там энергия да 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 здорово на самом деле конечно мы надеешься в школах ничего не происходит а в жизни что происходит например еще интересно кроме вещи вас на ну например тоже так же я была дома например и ну как вот и может быть просто это битва экстрасенсов на меня так влиять и очень такая впечатлительная дома да и мне казалось что тоже там кто-то зашепчет или там мое имя называют или скрипят половицы там вот что-то вот такое но это же правда ну вот я допустим очень верю в домовых очень верю и я знаю что у меня квартире живет домовой и а еще вы знаете вот у меня очень часто может быть как бы я сама так очень часто мне пропадают вещи я живу в квартире 227 и говорят что вот именно квартира 27 что это вот какая-то вот как по булгаков на патриарх да и вот у меня бывает вот так очень часто потом я там постучу по там надо вокруг ножки стала обмотать и постучать по слов сказать там домовой домовой дамы это нужно обмотать вообще есть такой поверье как бы говорят да что надо там какой-то кусочек ткани например обмотать и постучать по столу сказать домовой домовой там отдай мои вещи когда дает возвращает браслет вернуть ну-ка в игре про вашего домового расскажи у меня я очень общительный человек артисты вообще очень общительные люди в домовым том числе из домовые приходится очень часто приезжают знакомые друзья с разных городов и остаются ну на неделю на две там пожить перекантоваться так сказать домовой очень сильно реагирует то есть если ему человек не нравится ванна это судя по всему его место обитания он скидывает все с полок вот мы сидим даже в который висит вот сверху уверенно крепится да он висит он висит то есть ты моешься он не падает сидим там чего-нибудь разговариваем обсуждаем бурно прошедший спектакль бабах то есть просто падает ни с того ни сего только человек уходит все спокойно а вы как нибудь с ним еще сталкивались когда никого нет я знаете я один раз даже ну я так уже думал что может мне уже пора в определенные заведения отправиться у меня дома нет ни кошки не собаки одно время была собака гавкает я так выглядываю сломаном учено гавкой и так по куртке что ты раку ничего себе как кошка ну я понял что это домовой я просто уже 9 вот 8 лет в театре около 9 10 лет живу в этой квартире и мне там комфортно я сплю как убитый так что все замечательно это мой домовой очень интересно а вот верите в черного кота как дорогу прибегать удачи не видать и так далее дело в том что черный кот это мой символ я родился 1 0 1 это козерог у козерога в символ черный код каждого козерога 7 лет черный кода если перебегает он приносит удачи классно мы сегодня удачно вас позвали вообще классно но моей мамы черный кот живет к примеру черная кошка и у сестры живет и ничего совершенно мужа привыкли к нему и ничего не делали замечательные животные нет вот ну представьте дорогу он перебежал идете вы по улицам дорога же будете обходить или пройдет спокойно я сразу за пуговичку держу я честно гриста выживая и с ведрами это та же ситуация черного кота не веришь не я ему дорогу перебегу да да там непонятно у кого будет больше неудачи если на дороге перейдет так а вот допустим еще в какие-то приметы верите такие чтобы соль рассыпали скандал да кстати я недавно узнала оказывается что если соль рассыпать например сразу рассыпешь соль и посыпать сахаром то ничего не будет вот я буквально недавно узнала вот но шорох то что наводишь дома салфеткой вытираешь стол нельзя оказывается бумажным полотенцем ничего вытирать я знаю что крошки нельзя смахивать рукой со стола потому что так бедно нет я верю только в левую ладошку которая чешется я верю что мне выгодно а вы знаете что когда если к примеру чешется вас левая ладошка должны поцеловать и положить в карман здорово будем да кстати за я так делаю я думаю что дорогие гости мы с вами немножко поговорили сейчас с уверяем и нас ждут коллеги я думаю вы было самое время передать им слово прямое подключение в эфире программы четыре нуля рахмет арбтистер дельгазыр без орыз драма театрын датырмы скушеттауга алғаш ретта тарстаннан жас сатира театра келгенеды және олар жай келген жоқ кокшеттауга екен олар отцызыншы қүркектен бері осы қазақтанның барлық қалаларына аралап біздің жынақ театры өнерімен тәжіребе алмасуда және дәл ғазыр біз өзеріңізге осы кокшеттауға екелеген татар театрының жұм мен таныстыратын боламыз және біздің және дәл ғазыр біз осы театрға жиналған татар театрының жұм мен танысамыз ғылырдан барлық ақпараты біздің боламыз және кеттік біздің жұм ғылықш құстан бола әжне жасамыз жақсы ұлтанпихін жасамп үгіме құстан бола jouыз бе көзтінде біздің сәнді шой choқаса көрсен две keptер біздегдіnd мүмкінде жесе тık қыштға Game конакан Кокшета, вам понравился? Ну, мы особо не гуляли здесь, потому что мы даже не успевали сегодня в день. Мы сыграли четыре спектакля. А что касается города, то очень светлый, очень такой тихий, спокойный город. Это, получается, наш четвертый город. Первый был Уральск, Актобе, Кастана, и сейчас Кокшета. Завтра мы едем в Караганды. Конечно, впечатление Казахстана очень хорошее, потому что очень гостеприимный народ, очень добрые люди. Даже когда мы тут ничего не знаем, и всегда подскажут дорогу, всегда объяснят, куда идти. Когда в другие города просто приезжаешь, когда они говорят, ну, вот идите туда. А в Казахстане там объяснят подробно, вот идете прямо, поворачиваете потом так. Очень гостеприимный, очень дружелюбный народ. Вот расскажите нам, пожалуйста, чем похож Казахстан с Татарстаном? Есть ли различия? Кухня, язык. Такой же гостеприимный народ. Ну, конечно же, ну, наверное, в чем-то... Ну, тут у вас степи, у нас там все-таки леса. Ну, наверное, все-таки вот больше язык. Это гостеприимство очень такое теплое, душевное. Вот. Ну, языки, конечно, очень похожи. То есть у вас тоже вывески на двух языках, на русском, на казахском. У нас в Сатарстане то же самое. Расскажите, вот, пожалуйста, нам, какие спектакли вы привезли? Мы привезли кукольный спектакль, называется Айболит, доктор Айболит. Привезли подростковый спектакль «Розовый туман». И привезли спектакль «Киля-яло, киля-яло». А, еще есть еще один спектакль, «Ки-яулет» называется. «Женихи». Я вот вижу наушники. Вот, расскажите нам про это, пожалуйста. Это у нас перевод, синхронный перевод. То есть для тех, кто не знает языка. Или, например, для тех, кто не знает языка. Или, например, подзабыл. То есть просто кто-то понимает, но не разговаривает, например. Вот, то есть спектакль идет, мы надеваем наушники, и по параллельный перевод идет. А вот сколько наушников примерно вы привезли? Их где-то около ста здесь. То есть все планы разобрали уже. Все, спасибо вам большое. Почаще приезжайте к нам. Творческих успехов вам! Субтитры создавал DimaTorzok Мы встречаем ту хорошую опыт, который у вас в театрах имеется. Мы хотим перенять. Я желаю такой амбициозный. У нас самый молодой театр государственной в Татарстане. В Татарстане вообще 15 театров государственных отец дек мы. Крометті көрермендер, әрптестер, мене дәліғазыр койылым басталған икен. Ендіше дәліғазыр біз өздеріміз бен бірге. Осы жаңа койылымның, яғни Татарстаннан келген жаңаша койылымның көрер боламыздын дүше бізген бірге болыңыздар. Доброй ночи всем тем, кто сейчас к нам присоединился в прямом эфире программа 4.0. Біздің арнаны ендіғана қосқан көрімендергі айта кетейгі еферде төрт-нөл жастар бағдарламасы. Тікері еферде біз жұмыс апқарудамыз. Біз бің байландысқа шығып, ватсап, инстаграм, желесарқылы жалғасаныңыздар болады. Айтар ойларыңыз бөлсері сырларыңыз боса. Біз сіздерді асқа күтеміз және де бізге қунақ бөкелгілеріңізге. Біздің бекенджаймыз көйбүшіп көйшесу онтоғыз қазақстан көкшетті өтейлерінасы. Бұл әбоса біз сұхбатымыз дарғалай жалғасырайқ. Да, мы продолжаем беседовать с нашими гостями. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня учитель музыки Александра Сафонова и актер русского драматического театра Андрей Владимиров. Ну что ж, дорогие наши гости, давайте продолжим нашу мистическую беседу и поговорим о том, что, наверное, самого мистического вообще происходило в вашей жизни, если опустить все истории, о которых мы уже сегодня рассказали. Прямо такое что-то знаковое, что, может быть, перевернуло вашу жизнь, помогло вам, не знаю, как-то сориентироваться в общем потоке жизни. Были какие-то такие моменты? Давайте вы первые. Надо вспоминать, что за таковое. Ну так, в общем, примерно что-нибудь, если придумать. Хорошо, давайте начнем издалека. Как вы стали актером? Это, скорее всего, комедийный случай, а не мистический. Нет, актер вообще это очень такая специальность, достаточно специфическая, и она всегда окутана какими-то тайнами, событиями постоянно. Про актеров очень много говорят, что много мистики в театре особенно. Ну, я, допустим, изначально вообще не рассматривал, и в мыслях не было, что я буду артистом когда-нибудь в жизни. То есть для меня это было какое-то, ну, то же самое, как и в древности, в средневековье считали лицедейство. Господи, кто это актер? Актеры обычно, что это гулящие, ничему не подвластные люди. Так же, как и певцы. Вот, да. У вас как с этим дела стоят? Это вас нормально. Вас довольно-таки такие... У меня вообще по первому образованию я дизайнер. Есенин, в принципе, не может вами гордиться. Почему? Может, может. Это как раз да попросить. Брал вопрос, как раз. Может, гордиться все замечательно и прекрасно в актерской середине в этом плане. Ну, можно сказать, последнее самое такое достижение, которое это на республиканском фестивале в городе Астане, Астане с мистическим спектаклем «Паночка». вот не просто так туда я получил лучшая мужская роль за роликом и брута хама будет приятно хама брут это человек который предал цезарь насколько нет это я уже зима брут это который отпевал три ночи паночку а я лупальному за паночку путать начинаю тоже мистика видимо сникать с нами происходит хорошо да как из чего началось ваше становление как тюруб становление с актера началось того что просто предложили прийти в театр попробоваться ну я занимался танцами я посмеялся скал ну что я и театр 200 вещи несовместимы но после двух-трех уговоров я согласился пишу только ли центра у вас как ну я вообще в принципе в школе не пела я так дома пела мама мои концерты смотрелась сестрой вот и потом я решила пойду я после 9 этого стану-ка я певицы пришла в музыкальный кольче мне бирженсала и закончила его на красный диплом и пришла в школу в четвертую работать вот и все в принципе как я стал вообще я конечно хотела быть певицей но так получилось что стал учителем музыки я не с колечки не жалею обожаю своих учеников вот вы здорово поете ну как бы как мы слышим можете что-нибудь ну такой вот мой самый наверное одной из небольшой до что да 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 одна из них самых любимых певиц это конечно лариса долина я обожаю безумно какой прогноз у нас с тобою милый с чем ты опять проснулся не в ладу скажи мне просто господи помилуй какую блажь имеешь ты виду главней всего погода в доме а все другое суета а все что кроме легко уладить с помощью зонта есть я и ты а все что кроме легко уладить с помощью зонта если вот погода в доме никакая мистика не страшно мы будем надеяться неделю правда очень здорово пояснила все что рассказывает чистейшая правда даже я абсолютно без человек с отсутствующим слухом у которого медведь он живет до сих пор я полностью не знаю почувствовал каждую ноту и вообще ваше стопать задание ну что же дорогие гости спасибо вам большое что сегодня были с нами и в свою очередь мы хотим пожелать вам успехов и всяческих достижений ну может быть у вас есть какие-то слова пожелания нашим телезрителям и своим родным близким коллегам может быть можно передавать нужно передавать я всем желаю огромного счастья чтобы в нашей стране царил мир спокойствие чтобы все были все дружны я всех очень сильно люблю я передаю привет своей мамочки мужу и всем своим ученикам спасибо большое что вы у меня есть я хотел бы сказать дорогим телезрителям то что пятница 13 это на самом деле до мистическое число но просто в этот день концентрируется вся энергия мира светлого темного и какую вы примите сторону не какую сторону примите как вы поверите в это либо это плохо либо это хорошо так вам на вас это и отразится так что бояться этого совершенно не надо мы будем надеяться спасибо вам огромное дорогие дарвизи коптинга врахместелем деревне захватал сын зевеливус лайк азахта охлигал армизм бэрис кендер из галлоксом заберем спасибо спасибо но сейчас мы предлагаем вашу честь послушать очередную музыкальную композицию и и Воздухи чувствую я любовь Лишь с тобой встречусь глазами И улетаю куда-то вновь Я за мечтами Что пожелаешь, тебе отдам Хочешь планету открою И разделю жизнь напополам Рядом с тобою Проискутся мечты Если рядом будешь ты Если будешь рядом И в тебе я утону Я люблю тебя одно Ни других не надо Я тебя в новый мир украду Где будет настолько дворче И с головой в небо упаду Рядом с тобою Проискутся мечты Если рядом будешь ты Если будешь рядом И ты будешь рядом И в тебе я утону Я люблю тебя одно Ни других не надо Ни других не надо Воздухи чувствую я любовь Поискутся мечты Если рядом будешь ты Если будешь рядом И в тебе я утону Я люблю тебя Я люблю тебя одно Ни других не надо Воздухи чувствую я любовь И в тебе я утону И в тебе я утону Я люблю тебя одно Ни других не надо Привет всем кто только что включил свои телевизоры В прямом эфире программа 4.0 Напоминаем вам наши дорогие телезрители о том Что вы можете позвонить прямо сейчас По номеру прямого эфира 252120 Код для регионов 87162 И выразить свое мнение Или же задать вопрос гостям нашей студии Дорогие телезрители Мы хотели бы представить вам Следующих гостей нашей студии Добро пожаловать в студию ребят Ну именно в магию чисел Ну думаю нет Я больше верю в определенные приметы В множество примет? Несколько В какие-то Ну я верю Когда например по дороге Пробегая черная кошка Мы об этом сегодня уже поговорить успели Да И что ты делаешь Когда перебегает черная кошка Обходишь эту часть дороги За пуговичку держишься Что делаешь? Просто обходишь Просто обходишь Да Ну да Ну да Тылсын, күш дегенге Сенейсин ба? Да Сенейсин Сенейсин Да Ал бақсы балгерлерге Сенейсин Да Не болады? Не болады? Не болады? Сенейсин Не болады? Мысык көргенден соң қара мысык көргенден соң Алдын Алдымызда Берек сәт Күтіптір деген Ойдамын Сонда Мысык көргенден соң Начала заниматься танцами В каком возрасте? Мы знаем, что вы танцоры Я начала заниматься в возрасте 5 лет Так как моя мама Она является руководителем танцевально-спортивного клуба «Реверанс» Поэтому она всегда хотела, чтобы я занималась танцами Но изначально я не совсем хотела этого Я иногда даже срывала тренировки, занятия Было такое И через года три, наверное, я уже больше включилась в работу Мне действительно очень нравится заниматься данным видом спорта Ну это здорово, на самом деле, Вадина Дорогие гости, вынуждены вас прервать буквально одну секунду И мы прервемся на одну небольшую рекламную паузу И вернемся в студию буквально через пару минут Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Да и мы продолжаем беседовать с вашими гостями Ребята, расскажите нам, пожалуйста, Происходили с вами какие-то курьезные или мистические ситуации На соревнованиях или на тренировках? Мне кажется, не было такого Никаких интересных моментов не было? Что-то необычное? Может, пропадало что-то? Что-то вот такие необычные моменты? Ну, именно связанные с мистическими моментами А вообще, курьезные и смешные какие? Ну, бывало то, что до соревнований могло что-нибудь пропасть, например А потом резко найтись Было такое Ну, это, видимо, тоже неумышленно, да, происходило? Какой-то элемент мистики есть? Просто, да А вообще, как проходит подготовка к соревнованиям? Много тренируетесь? Да, конечно, очень упорно, усиленно тренируемся Наш клуб «Реверанс» является уже шестой год организатором турнира «Пурабай» Организатором является руководитель нашего клуба Шарипова Эльмира Надировна Тренировки проходят очень усиленно Мы готовимся месяцами, неделями Настраиваемся Морально и физически Мы должны быть, ну, очень хорошо физически подготовлены к соревнованиям Спасибо, ребята, будем надеяться, что у вас и в дальнейшем все будет хорошо А нам наши коллеги только что сообщили о том, что они находятся в еще одном интересном месте У нас подключение, после которого мы продолжим наш разговор Внимание на экран Индичи ссоюз тезген арктистермызге вереемся Салем-салем, достар! Кешарық, тұртын өлбақтарламасының құрметті көржемендері студия арктистер Біз бүгін Кросса Мирамханнасына келіп, Германияның бас аспавыдымен Сухбатты сатын боламыз, волай болыса, біз бен бірге болыңыздар! Дpriни «Бүрін年ен» Маймен дәрі Кай, мистер Кай фууд Малайды Добрый вечер, мене кәй, яз Германий Он работает с возраста шести лет в этой области. Он начал работать, повторюсь, с возраста шести лет, в месте, где работали его родители. И на данный момент его опыт работы составляет 49 лет. Спасибо за такой вопрос, он впечатлен в нашу городу. Это очень хорошая вопрос, я бы хотел ответить. Ему понравился очень ваш вопрос, ему очень нравится именно наш народ, потому что мы очень гостеприимные и гостеприимность у нас в крови. Он будет очень рад к нам приехать еще раз, ему очень нравится как наши места, так и наши люди. И очень нравится наш большой красивый озеро. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы продолжаем беседовать с нашими замечательными гостями. Ребята, расскажите нам вообще о своем творчестве, если это можно так назвать. Какие последние соревнования у вас проходили? В чем вы участвовали? Последние соревнования, это, наверное, было первое соревнование этого сезона, Бурабай 2017, как раз организатором которого был наш клуб. Ну, мы готовились достаточно долго, за месяц уже началась подготовка самого зала, где мы должны были выступать. И как прошло выступление? Успешно? Я думаю, очень, да, успешно. Были пары с разных городов Казахстана, с Ульзией также, с Россией были. Вот. Ну, я думаю, это было очень классное мероприятие, вообще все прошло на высшем уровне. Вот. А среди достижений, ну, я думаю, для меня самое такое крупное достижение, это в 2015 году проходило соревнование Кубок Короля Таиланда, где я и мой партнер, его зовут Дима, мы выиграли этот Кубок, это было самое, одно из больших достижений. На Кубок Короля Таиланда, ну, это очень такой серьезный достижение. Да, это очень 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 серьезный достижение. Продолжение следует... 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 Данияр... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...